Привет, друзья! С вами Олег Шпагин. Сегодня я хочу вам показать, как сделать одновременную загрузку нескольких таймфреймов для какой-нибудь котировки, например, для Сбербанка. Смотрите, этот код я уже выкладывал на GitHub и снимал по нему видео. Сегодня я вам покажу, как это быстро сделать, чтобы одновременно загружалась вся эта информация по этой котировке в базу данных. Для этого я создал копию этого файла и оставил всего лишь внутри одну команду с этим методом. Например, getSharedDate для тикета Сбербанка и для таймфрейма D1. И, конечно, указал табличку TableName SberD1. Таким же образом для M1 можно сделать, видите, таймфрейм M1, SberM1 и также для M5. Вот, SberM5, таймфрейм M5. Хорошо, теперь вы можете запустить эти файлы и они начнут работать параллельно. Смотрите, это закладка для SberM5. Здесь идет свой цикл ожидания загрузки следующей свечи, а вот эта закладка для SberM1. Таким же образом мы можем с вами запустить и вот этот файл M1SberD1. Просто правой кнопкой берем RunMainSberD1. Запускается третья закладка, обратите внимание. И у нас с вами обновились данные в базе данных. Так, вот он бар 1305. Сейчас начал формироваться бар 13010. Так, хорошо. То есть бары загружаются. Так, здесь смотрим, обновилось в то же время, 1309. Хорошо, и таким же образом сейчас мы можем с вами посмотреть бар D1. Давайте посмотрим. Вот он, D1. За прошлый день есть, а за текущий день все еще формируется. Давайте я вам быстро покажу, как сделать еще один такой файлик. Переключаемся в наш код. Просто-напросто дублируем любой из этих файлов. Ctrl-C, Ctrl-V. И давайте сделаем для M15. Окей. Открывается этот файлик, добавляем в гид его и меняем здесь всего лишь таймфрейм на M15 и табличка M15. Просто запускаем. Всего один метод мы с вами здесь используем. Куда записывать наши данные? По какому тикету? Кликаем правой кнопкой мыши, берем RunMainSberM15. Данные обновились. И теперь следующий бар мы с вами возьмем примерно через столько-то секунд. В базе данных давайте мы с вами откроем M15 и посмотрим наши с вами бары. Вот, пожалуйста, смотрите. 12.45 бар есть, а в 13.00 бар только еще формируется. Вот, смотрите, этот бар еще формируется. У него хай, цена еще растет. Поэтому этот бар на 13 часов будет сформирован, когда насупит время 13.15. И, соответственно, начнется следующий бар. А этот бар еще не записался, потому что он еще в процессе формирования. То есть, если вы хотите сразу одновременно получать по разным таймфреймам, по одной акции данные, то просто запускаете вот эти отдельные файлы на вашем компьютере, где установлен у вас MetaTrader. Именно отсюда все эти котировки и берутся. Здесь можем переключаться на различные закладки и, конечно, уже смотреть, когда у нас с вами будет обновление следующей свечи. Данные автоматически записываются в базу данных в разные таблицы. И вы можете это уже использовать для своей нейросети. Все данные в режиме реального времени. Если вам нравится такой контент и вы хотите больше такого контента, то поддержите этот проект. Нажмите на кнопочку «Спонсировать» или вы перейдите по ссылочке в описании к этому видео. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok